30 лет прошло со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, крупнейшей техногенной катастрофы 20 века. В Киеве президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к мемориальному кургану «Героям Чернобыля» и памятному знаку «Войнам Чернобыля» мемориального комплекса жертвам катастрофы. Спустя почти треть века 30-километровая зона вокруг Чернобыльской станции остается непригодной для жизни из-за сильного радиоактивного загрязнения. Во время посещения зоны отчуждения украинский лидер возложил цветы к памятнику «Героям Чернобыля», который расположен вблизи 4-го энергоблока АЭС, и вручил 12 наград за значительный личный вклад в преодоление последствий чернобыльской катастрофы. Медицина и статистика, сказал Порошенко, не могут остановить точное число жертв, но прямые и косвенные человеческие потери, количество погибших, людей, ставших инвалидами, измеряется сотнями тысяч. Памятные мероприятия проходят в российских городах. Патриарх Московской и всей Руси Кирилл посетил мемориал чернобыльцев на поклонной горе в Москве. Как во время войны, защищая Родину, люди, не думая о своей жизни, о своем здоровье, подымались в атаку из окоп навстречу врагу, вот так и герои-чернобыльцы, не думая ни о своей здоровье, ни о своем жизни, шли туда, где смерть, явная смерть. Недалеко от Киева, в городе Славутич, построенном для работников Чернобыльской АЭС, ровно в тот час, когда на станции прогремел первый взрыв, прозвучали тревожные сирены.